всем привет из солнечной греции с вами юля и сегодня долгожданное видео об итогах 2020 года 2020 год у меня в принципе был рукодельный удачный конечно всегда хочется большего но в принципе и год был очень результативным ну и конечно же первую очередь я хочу поздравить и вас с наступившим уже 2021 годом хочу пожелать вам здоровья и счастья любви мечтайте и пусть все ваши мечты и планы осуществляются также хочу поблагодарить всех вас за поддержку за ваши комментарии за ваши лайки за вашу активности и участие в наших совместных проектах которых в этом году было тоже очень много и мы вместе вышивали много разных интересных работ и кстати благодаря нашим совместным проектам очень многие работы тоже у меня продвинулись это большой такой стимул пинок к тому чтобы не забрасывать работу и не переключаться на что-то другое а именно продолжать вышивать то что было заявлено запланировано вот и я думаю что так как и у меня так и у многих участниц также получалось вышивать работы я слежу конечно же за всеми всеми процессами и девочки часто пишут что даже не ожидала что смогу завершить эту работу какие-то долгострой которые тянулись много много времени годами где-то лежали неожиданно вышиваются завершаются в общем совместные проекты и все-таки очень хорошо нам помогли в этом году вышедшем году нам помогли завершить наши работы ну что переходим к просмотру работ сейчас я буду показывать все работы также буду вставлять фотографии чтобы вы могли посмотреть какие-то детали более подробно ну и конечно же оставлю ссылки оставлю ссылку на плейлист об итогах по месяцам я не веду видео от по процессам от начала до конца у меня все вышивается по чуть-чуть с ротацией поэтому такого видео видео не будет чтобы можно было посмотреть всю работу но можно посмотреть и итоги за месяц и там видно какие работы вышивались как продвигали все подробности конечно же все там есть и так хочу начать я буду подсматривать также блокнот по каким-то данным я сожалению не вела в этом году вообще никаких записей по статистике по крестикам что как когда начиналась когда заканчивалась у меня просто были выписаны все мои процессы вот так вот блокнотики и я просто отмечала что финиш готов и все ни дату не ставила ничего чем этом году у меня нет подробностей но но у меня есть очередность как они вышивались поэтому будем идти очередность примерно первая работа которая была завершена в 2020 году почему-то хотел сказать 2019 году эта работа была начата в 2019 году в нашем совместном проекте мои любимые 5 2 это золотое руно размер работы 38 на 35 сантиметров вот размер у меня есть вышивался на аиде шестнадцатого каунта работа объемная но она очень яркая очень интересная в принципе не сложная здесь очень хорошо проработана схема я вышиваю по бумажной схеме и здесь она черно-белая но значки все разнообразные подобраны таким образом что глазу очень удобно их выделять и можно спокойно вышивать по бумажке и здесь нет каких-то сложных участков вышивается работа и крест и пол крест бэкстича здесь нет вообще в принципе можно было бы его придумать вот только там на глазики и сделать усики но я ничего не добавляла как есть так я ее и вышивала летняя очень яркая очень сочная вышивалась с огромным настроением и вот я и вышивала в спе мои любимые коты 2 я именно и и узнаете вот марафонила особенно помню в январе не хотелось ее успеть завершить и я одну эту работу вышивала и все видео были с этой работой но ничего интересно было интересно и помню так устала к концу обычно когда марафонишь всегда концу процесса устаешь и потом не хочется несколько дней вообще вышивать я очень рада этому финишу как бы мне хотелось ее оформить правда ну вот проблема даже не в том что оформление дорогого даже куда повесить я сейчас сделала некоторую перестановку по вышивкам у меня какие-то работы должны куда-то уйти спрятаться и вот все-таки это объем и не знала даже как что что делать что делать нужен дом побольше чтобы можно было размещать все все эти прекрасные работы потому что вот так достаешь с рулона смотришь какая она яркая какая она красивая сочная а если ее в белую рамочку да как было бы классно шикарная шикарная работа напомню еще раз размер 38 на 35 сантиметров не квадрат немножко такой прямоугольник она просто великолепная дальше следующая работа которая тоже вышивалась в совместном проекте кстати вот эта работа послужила стимулом чтобы организовать совместный проект любящие сердца я купила наборчик фирмы ланарта в одном из наших магазинов и это был спонтанный старт мне захотелось повышевать на вот этой основе тонированной здесь немного цветов размер работы у нас небольшой 24 на 24 сантиметра вот я сразу приступила и мои зрительницы и завсегдашние участницы совместных проектов подсказали мне что нужно же сделать такое спе любящие сердца вот так у нас организовался спе и мы вышивали замечательные великолепные работы и вот эта работа вышивалась в спе любящие сердца вышивалась достаточно легко здесь очень простая схема она была неудобная потому что был очень и очень большой лист бумаги нужно было это как-то сворачивать крепите на раму на чем я там вышивала на кюснапах и это было неудобно а схема сама четкая понятная вышивалась очень просто и легко есть здесь бэкстич причем не полностью зашивается область внутри еще есть такие пропуски вышивается крест крестикам в две ниточки и в одну ниточку поэтому создается вот такая легкость и для меня было большим удивлением и вот для меня это тоже такая большая промашка что я не посмотрела что здесь вот такой огромный кусок основы не положили видите а работа маленькая в центре если бы я чуть-чуть ее сместила я бы сэкономила большой кусок этой основы и смогла бы вышить на этой основе много маленьких каких-нибудь красивых бескорнюшек но так я их не вышью потому что здесь получается так края что ну не отрежу не отрежу не останется тогда на на натяжку конечно же очень-очень большие поля остались работа прекрасная очень нежная вот такая красавица и кстати к этой работе есть парная есть такая девчонка которая сидит тоже в таких же тонах у нее веночек на голове она сидит и о чем-то себе мечтает нужно будет ее поискать заказать может быть в наших магазинах привозят на заказ наборы ланарты как только откроется магазин с карантина мы выйдем я думаю что я съезжу доберусь туда и может быть прикуплю и эту девчонку и тогда будут две парные работы красивая работа парни будут смотреться в интерьере замечательно жалко что они такие маленькие ну что делать вот такая вот работа у меня вышилась вот вторая следующая работа это вот такая вот достаточно большая работа сейчас я вам скажу размер сразу 36 на 43 с половиной сантиметра значит у этой работы тоже есть своя история я нашла схему в интернете много-много лет назад эта схемка была напечатана в журнале вышивая крестиком от фирмы Анкор деревенские лошади как-то так назывался дизайн мечтала-мечтала вышить потом в каком-то году по-моему в семнадцатом году я сделала старт небольшой старт вот здесь вот я вышила вот этот сюжет и отложила работу долго лежал-лежал думаю ну как же мне его вышить и организовался наш совместный проект ветер в гриве где мы вышивали лошадок и вот благодаря этому ИСП я вышила этот проект проект на самом деле не простой но очень-очень интересный посмотрите какой интересный сэмплер в центре работы у нас лошадь вот такая белая лошадка по краям четыре сюжета и между ними еще четыре сюжета но они такие графические где использовалось мало цветов но очень много бэкстича работа большая вышивалась на основе цвайгард кашель соответствует 14 каунту цветов здесь много ниточки анкор все по ключу ну и конечно же кто вышивал хотя бы раз в жизни анкор знает что здесь очень много бэкстича и это сложная была работа по крестикам не так сложно хотя тоже часто менялась нитка непростой был дизайн вот и сложно было вышивать бэкстич цветной дробный есть такие моменты особенно верхний сюжет вот здесь это конечно было вообще испытание я не знаю как я его преодолела вроде бы маленький такой участок я его вышивала вышивала там этот бэкстич но это конечно действительно испытание я вам вставлю фотографии вы просмотрите все эти сюжеты дизайн великолепный чудесный мне так нравится цвет основы и сюда подходит мне кажется просто идеально вот эта белая лошадка она подсвечивается и мне хотелось бы вышить в пару есть у анкор дизайн тоже вот такой сельский там в центре коровки он не совсем как бы парный но по стилю мне кажется подойдет там птички коровки поля луга тоже что-то такое деревенское очень симпатичное вот я рада что смогла осилить эту работу видите это тоже такая вторая получается большая работа была вышита в 2020 году и я очень рада что я смогла ее вышить покажу вам поближе вот такая красота супер шикарная красивая большая работа следующая работа это вот такая интересная вышивка набор от фирмы дизайн частичная вышивка называется возвращение домой и размер 39,5 на 29,5 сантиметра это первый мой опыт вышивки в такой технике и знаете было немножко конечно боязно начинать начинать этот процесс потому что набор старый он знаете сколько ему лет ему около 20 лет может быть даже и больше я уже не вспомню 91 что ли года не помню но около 20 лет точно может даже и больше этому набору и так как основа была сложена в 4 набор была опасность того что там будут протертые вот эти вот края как бывает на просто на аиде а здесь же еще у нас нанесенный фон мне конечно было больно но я знаете такой рисковый человек я увидела этот дизайн я поняла что нужно взять и попробовать и он был не из дешевых этот наборчик я его схватила ну и тоже в нашем СП ветер в гриве здесь же у нас лошадки я его начала процесс был такой знаете неоднозначный от начала и до завершения потому что во первых разбор ниток какой то такой странный там идет странная комплектация я конечно разобралась с нитками но логики мало меньше чем у у Дименшенс и Буцилла но все равно с нитками разобралась благо цветов было немного поэтому можно было найти решение каких то цветов мне не хватило мне пришлось добавлять искать в ниточках Дименшенс я думаю что это одна и та же палитра и также здесь использовался у нас крест полукрест бэкстич и креник а и также и гладь и была еще шелковая ниточка вот поэтому этот процесс был очень интересным и увлекательным не просто крестик и полукрестик мы вышиваем есть еще и креник есть и гладь есть и бэкстич и вот знаете с этим процессом я марафонила не знаю почему то вот такие видео где марафонишь и вышиваешь всю работу они набирают много просмотров наверное не интересно наблюдать как вышивается одна работа но я хотела завершить эту работу в нашем совместном проекте спешила и поэтому марафонила вот сейчас вы видите общую картину вы не видите что здесь я вышивала я вот переверну видите почти половина работы вышивается то есть объем у вышивки здесь большой ну и постараюсь показать вам поближе что у нас тут мне очень нравится этот индейец здесь у нас и гладь и бэкстич вот такой реалистичный получился я его сразу вышила просто на одном дыхании хотя здесь очень много работы в воде много стежков вот так вот так я не вижу что я вам показываю в Виквама креник использовался поэтому они смотрятся очень подсвеченными горы, горы это конечно вообще супер потому что там очень много креника они должны блестеть я не знаю будут они блестеть или нет я вот так поиграю ну в общем вышивка волшебная я так тоже хотела ее оформить но пока не случилось я надеюсь что может быть в этом году я соберу силами и что-то как-то придумаю буду как-то оформляться очень хочется видеть работы в оформлении вот такая вот у меня появилась вышивка очень интересная и вы знаете уже по прошествию времени когда девочки находят и смотрят это видео стали уже интересоваться и спрашивать где я купила этот набор можно ли его еще найти но я думаю что если поискать может быть и можно я не встречала действительно редкий потому что уже много лет прошло и вот такой набор подбором не вышли тут все-таки печаль и благо печать очень-очень качественно несмотря на то что прошло столько времени вот только дамар дизайн классная печать здесь все очень хорошо все цвета переданы нигде ничего не стерлось ну конечно эту работу обязательно нужно оформлять потому что нужно ее защитить я бы хотела конечно и с музейным стеклом могли же его взять здесь у нас не знаю посмотрим что и как так идем дальше это у нас будет пятая работа магнолия по дизайну фирмы Dimensions но у меня это сборка от магазина клубок желаний чаша с магнолией так называется эта работа размер этой работы 23 на 43 с половиной сантиметра это вот такая вот длинная панелька работа очень яркая сочная очень интересная это моя давняя мечта я давно хотела вышить эту магнолию у меня была скачана схема и я вот все мечтала что когда-нибудь вот придет ее время и вдохновение я начну ее вышивать но потом купился набор от клубка желаний и это был спонтатный старт у меня пришло вдохновение думаю надо взять ее уже и вышить и работа полетела кстати я тоже вышивала в нашем совместном проекте богатство и благополучие видите совместные проекты в этом году очень хорошо помогли мне продвинуть и завершить много работ вот почему богатство и благополучие потому что здесь гранат здесь магнолия это все символы благополучия я начала из центра и постепенно начала вышивать вниз идти и вверх идти полукреста здесь много и работа у меня на самом деле летела я с ней тоже марафонила она вышивалась у меня достаточно быстро интересно ну что сказать она такая вкусная она такая классная ее нужно только вышивать чтобы понять всю эту прелесть вот здесь дименшинс так разработал процесс вот эту схему что нет каких-то сложностей даже бэксич вышивается интересно ну это супер супер работа мне нравится основа я люблю такую кофейную основу кстати у нас здесь что 14 каунта еще 14 каунт вышивается очень легко просто я вот всем рекомендую эту вышивку а если ее тоже оформить в белую рамочку вот такая будет красота просто супер супер вот давайте я еще немножко поближе покажу у меня уже руки так устали так вот 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 чудесная работа просто великолепная и вас здесь вышивалась классно там все эти цветы здесь такие французики объемные по-моему там 6 нитей все пасно что-то крутилось что-то так вот ее конечно нужно оформлять чтобы она радовала меня на стене ну это такая знаете постоянная проблема у нас рукавельниц как оформить и куда повесить на всем нужны средства и конечно место не хочется мне с ней расставаться прям не хочется она такая классная и так радует глаз но идем дальше дальше я хочу показать вам бисерную работу это икона богородица богородица покрова размер работы 20 на 25 сантиметров это у нас наборчик радуга бисера данный набор мне подарила моя рукодельная фея и вот как только я его получила я сразу запланировала что я ее начну и потихоньку буду вышивать в течение года кто-то говорит что бисером вышивать очень быстро для меня не быстро может быть даже и медленнее чем крестиком но я взялась и вышивала потихонечку то сверху то снизу по чуть-чуть и по чуть-чуть вышивала в какой-то момент когда работа уже переваливает за экватор конечно же хочется ее брать и завершать так у меня и случилось я где-то поднажала и у меня вышилась вот эта прекрасная икона использовала здесь 15 цветов бисера 14 бисера и один пакетик был с бусинками там их 3-4 штучки этих бусинок и в принципе они здесь не сильно выделяются в основном это полная зашивка бисера 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 прециоза чехия очень ровный, хороший, качественный и мне здесь понравилась разработка красиво подобраны цвета и вот посмотрите как все хорошо здесь подобрано нежно мне очень понравилось и вот после этой работы мне захотелось иметь чтобы у меня в течение года вышивала что-то бисером либо икона бисером и кстати на 2021 год вот на этот год я в планах уже себе запланировала масштабную такую очень интересную икону бисерами и камнями в планах уже это все видели поэтому как только я немножечко здесь с моими текущими процессами что-то подведу хвосты какие-то я ее тоже начну она у меня прямо в ближайших планах стоит и тоже будет вышиваться в течение года вот такая красота это вторая икона которая у меня вышила с бисером я рада что я ее осилила красивая работа мне все нравится бисера хватило нет никаких проблем вот радуга бисера прекрасные у них работы дальше у меня идут небольшие работы лето хочется отдыхать купаться ну и я понемножку тоже вышивала у меня был наборчик куплен от фирмы это дизайн вообще Dimensions но у меня был набор от фирмы Classic Design вот давно очень я его купила он лежал в запасах и я вспомнила об этом наборе думаю ну что он столько лежит нужно уже попробовать вышить и узнать нравится мне эта фирма не нравится и вообще что да как я приступила из центра стала вышивать мне стали писать девочки что очень пятница что-то там не так я обратила внимание думаю да правда как-то не очень логично стала искать фотографии я поняла что Classic Design как-то переделал эту схему немножко было доработано вверху пионы которые срезаны и с левой стороны но цвета были изменены вот и я стала искать делать подбор свой собственный ту ткань на которую я вышивала там у меня была и до 16 каунта я заменила на 18 сама ее покрасила чаем ниточки у меня здесь часть Dimensions часть ДМС в общем я тут подбирала долго мучилась выпарывала знаете работа мне не принесла удовольствие потому что очень много было таких сомнений и мучений ну и в итоге одним цветом я все-таки осталась недовольна по подбору потому что он у меня немножко здесь сливается вот в левом пионе это видно и как-то нет перехода по на лепесточках хотя есть бэкстич тоже в принципе нормально но мне не очень этот момент нравится ведь и у Dimensions тоже их нитки от партии к партии отличаются поэтому может быть это тоже сыграло свою роль потому что на центральные основные цвета я брала Dimensions нитки но что-то здесь не состыковалось вот видите кстати у Dimensions очень часто их цвета отличаются от партии к партии я просматривала несколько наборов есть такие контрастные вообще отличия тот же цвет тот же номер но цвета очень отличаются поэтому может быть еще и в этом есть такая проблемка я знаю что этот дизайн перевыпустили он уже вышел в продажу ну так как у меня было то что было хотя из того что было я использовала что я там использовала какую-то часть ниток схему я нашла оригинальную основу заменила половину ниток заменила ну в общем не сложились у меня отношения с Classic Design я с ними больше связываться не буду я понимаю что там далеко они не следуют оригиналу они переделывают и у них получаются свои дизайны на основе Dimensions то есть они их берут переделывают меняют цвета но наверное чтобы не было к ним претензий за плагиат да за нарушение авторских прав поэтому там идет очень сильная переделка и я вот наверное с ними больше не буду связываться я вот эти мучения не могу я когда сама делаю подбор я уже изначально все изучаю и цвета подбираю а вот здесь это конечно очень сложно но работа вышилась она не оформлена может сделать какой-то пинки мешочек что-то нужно будет делать с маленькими работами вообще у меня наверное план нужно поставить на 21 год оформить все мои маленькие вышивки я их вышиваю откладываю ничего с ними не делаю вот как-то мне сложно найти время чтобы заняться и их оформить как-то дать им жизнь именно в практическом смысле вот и наверное в этом году нужно себе поставить отдельный пункт по оформлению маленьких вот этих вот вышивок нужно им дать новую жизнь потому что лежать в рулоне сколько им лет лежать в рамочку оформлять их точно не буду я стараюсь оформлять только большие работы вот ну а эти тоже должны что-то как-то они должны тоже меня радовать я их вышивала столько времени тратила надо надо что-то придумывать вообще у меня есть такая мысль купите швейную машину но если я куплю еще и швейную машину и начну учиться шить у меня есть базовые знания раньше я что-то там какие-то курсы проходила давно но если взяться наверное я вспомню я так думаю если я куплю швейную машину и начну еще что-то шить да нужно точно отдельно рукодельную комнату куда мне все складывать это все в общем сумасшедшая рукодельница идем дальше а дальше у меня вышелся вот такой вот прекрасный чудесный дизайн это фирма панна вот такой вот журавлик это техника лонг стич данный наборчик мне тоже подарила рукодельная фея лежал-лежал я все на него поглядывала у меня привлекала здесь основа здесь основа такого мятного цвета вот сейчас камера очень классно передает этот цвет обычно при съемке она его постоянно искажала вот сегодня наверное очень удачно так все случилось получилось и цвет очень хорошо передается вот очень приятная основа и техника лонг стич она очень простая быстрая и знаете эффектно получается мне понравилось я вот еще бы что-то вышила в этой технике буду присматривать себе какие-нибудь дизайны вышивала здесь целой пасмой такие лонг стич такие длинные стежки длинные короткие стежки которые вышиваются такими полосочками да вот по цветам и образуется вот такая вот картиночка легко быстро интересно супер тоже нужно как-то оформлять что-то делать ну честно я вот не знаю что можно придумать с такой вышивкой мне почему-то боязно оформлять в прикладную чтобы не подцепился какой-то наверное стежок ниточка вот не знаю буду еще думать но сама работа получилась замечательная мне очень нравится и кстати вот с этой работы в этом году у меня началось знакомство с журавлями я обратила внимание на эту птицу и мне захотелось выяснить все отличия журавль и аисты они очень похожи вот стала искать информацию и так узнала больше информации о журавлях и в этом году у меня вышелся еще один дизайн с журавлями и приобрелся еще и набор с журавлями которые тоже хотела сразу начать ну как всегда планируем одно потом приходит что-то другое настроение меняется вдохновение меняется вот он не начался но в любом случае я его приобрела и тоже очень этому рада этой покупке вот именно с этой малышки начало знакомство с журавлями и моя любовь к журавлям я полюбила эту птицу очень нежно и знаете я наверное буду вышивать еще много журавлей очень-очень эта птица меня тронула и своей красотой и своей знаете ну неправильно сказать наверное человечностью своими качествами невероятными эта птица и танцует и поет не просто в брачный сезон а в течение всего года потому что в течение всего года и показывает свою привязанность к самке самец вот и они танцуют вместе как бы подтверждая что они вместе свое совместное сосуществование и танцуют и поют и просто все собираются поют ну в общем такая удивительная птица и очень-очень нарядная вот кстати очень много видов занесена в красную книгу считаются вымирающими ну в общем я оставляла разные документальные фильмы я оставляла ссылки на эти документальные фильмы не знаю может быть еще оставлю если кому-то это интересно так мы идем дальше отвлеклась на журавлей что у нас дальше вышивалась кубышка от фирмы жар птица размер работы 14 на 19 сантиметров вот такая небольшая работа но она знаете достаточно кропотливая я не меняла ничего никаких материалов вышивала все как есть ну вообще конечно здесь нужно делать замену основа дырчатая такая рыхленькая ну даже на этой основе можно все-таки все вышить видите все смотрится гармонично цвет мне очень нравится цвет расти такой мне кажется это очень удачный эффектный цвет на нем красиво смотрится дизайн практически любой дизайн будет смотреться очень выгодно на таком цвете ну единственное что качество конечно основы не очень кубышечка получилась яркая красивая здесь много бэкстича бэкстич здесь тоже не простой вот казалось бы такой маленький наборчик но это знаете вы не для новичков кто первый раз начинает вышивать вам будет очень сложно это уже для опытных вышивальщиц кто не боится вот бэкстича не просто много но такого дробного такого мелкого дробного там не по клеточкам он вышивается не просто не просто вот я не писала здесь эти надписи там что-то кубышка там было написано что-то там на здоровье я сделала просто орнамент это у меня будет текстильный мешочек для каких-то процессов вот пока не оформлен потому что нужно вышить еще в пару такой же от жарптицы тоже там оберег и потом все вместе я оформлю в какие-то текстильные мешочки ну уже там буду что-то доскладывать я думаю может мне купить все-таки швейную машинку чтобы самому же все это сразу оформлять ладно идем дальше следующий дизайн это набор фирмы чарина мыть на зеленых лугах вот здесь вот тут тут тоже у нас журавли хотя может быть и аисты я точно не знаю их определить вот так на вышивке невозможно размер у меня получился четырнадцать с половиной на двадцать шесть сантиметров здесь у меня получилась промашка в наборе у нас идет аида четырнадцатого каунта но она такого знаете синтетически такая синтетическая очень грубая и я конечно же захотела заменить основу на равномерку у меня вот был вот такой вот кусочек хорошенький кусочек с обработанными уже краями я поверила что да соответствует четырнадцатому каунту я вот здесь уголочке вышила десять кресиков посчитала что четырнадцатый каунт но я забыла что эта основа у меня неравномерная я уже вышивала одну работу на этой основе я знала что она неравномерная но прошло много времени я забыла когда я нашла этот отрез посмотрела что да соответствует 14 кауту, взяла и начала из центра. Это квадрат, поэтому здесь вообще не играло роли как я буду вышивать, располагать основу. Начала из центра, стала вышивать с таким настроением, с таким упоением, шила, шила и только уже отшив какой-то такой приличный кусок, я поняла, что основа неравномерная. Но не обратила внимание, что я расположила вот так. И у меня работа получилась вытянутая. Если бы я ее расположила вот так, она была бы у меня попухлее, было бы получше. Такое яичко получилось бы пошире, а так у меня получилась ракета. Но в любом случае, вышивка очень красивая. Вышивала я ее вот знаете, с таким настроением. Я вообще люблю все эти украинские пейзажи. Мне захотелось повышивать эти орнаменты, эту рамочку, а тут журавли, с которыми я познакомилась, я их так полюбила. Ну, в общем, я шила просто. Вот. Я взяла ее как такой процесс по ниточке, там по чуть-чуть вышивать, но потом переключилась и просто не могла остановиться, вышивала до победы. Здесь есть и бэкстич, есть и бисер. Бисер как обычного размера, так и микробисер. Он идет у нас в рамочке. Стараюсь вам показать вот так поближе. Вон там в рамочке идет. В глазках у журавлей. Вот. Вот так. Работа очень интересная, вышивается легко. Все здесь мне понравилось, за исключением ниток. Ну, материалы здесь были не очень. У Чаривной Мытии есть два подразделения. Есть у них наборы комплектуются хорошими материалами, цфайгард, ниточками Мадера. А есть подразделение Кристал Арт, где идет комплектация Аида непонятного производства. И нитки тоже там. Наверное, Бестекс, что-то такое ужасное. Вот. Я оставила из этой комплектации нитки, вышивала этими нитками. Конечно, они путались. На них были катышки. Нитки такие, знаете, я только, как только закончила вышивать, я их сразу выбросила, чтобы больше их не видеть. Но вышивки на ткани, они смотрятся хорошо, но в работе они неприятные. Вот. Что еще можно сказать по данному процессу? Вышивалась работа, использовался крестик в две ниточки, крестик в одну ниточку, полукрест. Ой, нет, полукреста не было, бэкстич. Бэкстича много. Он здесь и цветной, разбросанный. Да. Ну, в общем, вот такая красота получилась. Обожаю эти дизайны. Я еще хочу чего-нибудь от фирмы Чаривна мыть. Там у них есть разные хатки красивые. Нужно будет обязательно еще что-то вышить. Ну, просто замечательные. Журавлики, мельница, хатки, класс. Рекомендую. Рекомендую. Вот. Но, знаете, нитки здесь такие не очень. Но дизайн супер. Вот. Если его оформить, посмотрите, как он будет смотреться классно. тоже в белую рамочку его. Будет просто замечательно. Вот такая красота у меня вышилась. Идем дальше. Ну, и мы подобрались к заключительной работе самой-самой, самой красивой, самой сложной, самой богатой, самой яркой. Можно так сказать самое-самое. Да. Размер работы. Размер работы 32 на 49 сантиметров. Вот такая она большая. Лучше подальше даже от камеры, чтобы вы могли видеть полностью всю эту работу. Недавно я снимала видео, где я показывала весь процесс. Ну, не весь процесс от начала до конца, а процессы именно завершения этой работы. В декабре занималась я практически только этой работой. Вышивала крестики, бэкстич, пришивала бисер, в общем, полностью-полностью ее завершала. Я говорила, что у меня здесь чуть-чуть не хватило бисера, и я вот заказала бисер и украшения, но, в принципе, работа готова. Смотрите, она в камеру не помещается, я уже и так отодвинулась насколько могу подальше. очень большая работа. Мне нравится эта основа, она жалко просвечивается. Может, что-то подложить сейчас из темненьких работ. Я не подумала, нужно что-то подложить. Постараться. Вот. Так-то лучше. Вот так. Работа большая, масштабная. С этой работой у меня тоже связана целая история. Я ее начала в 2017 году. У меня там было много стартов. Я делала и месяц стартов, и вообще начинала много процессов. И потом работа отложилась. У меня был период, когда я год практически не вышивала, поэтому она лежала-лежала без каких-либо попыток довышиваться. В этом году я решила к ней вернуться. Но тоже как с опаской. Потому что здесь основа мелкая, темная, сложная. Очень тяжело считать эти переплетения. Я вначале вышивала только днем, потом приловчилась и вечером. Но, знаете, много не повышиваешь, глаза очень сильно устают от такой основы. Вот. Поэтому я приступила с опаской. Я не знала, смогу ли я ее завершить или нет. Но потихонечку делала подход и вышивала. Там, где белая юбка, вышивается легко по кресикам. Там, где вот этот хвост у нее с цветами, там постоянно меняется нитка. Это, конечно, что-то. И так закрепляться сложно, потому что основа она какая-то скользкая, нитки в нее торгаются, не укладываются так, на линде. Вот она мягенькая линда. И там кресики такие хорошенькие получаются. Здесь вот они как бы нужно притягивать поплотнее. А если это одиночный кресик, как его закрепить, да? Ну, в общем, сложно было вышивать все эти участки, часто смена нитки, сложно закрепляться, темная основа, глаза устают, чуть-чуть повышевал, еще основа мелкая, шьешь-шьешь, а продвижений мало. В общем, такой процесс был сложный. Вот. И в декабре я уже вышивала девушку, фату, украшения и бисер. Тоже вот немного кажется по объему, что тут, ну, целый месяц я что-то тут шила-шила. Но самое главное, что все-таки работа завершена, она теперь готова. И, знаете, это для меня такой стимул, что я справилась, говорят, что это одна из сложных мероприя. Я с ней справилась. Поэтому теперь так можно сказать, что в мировиле буду щелкать как орешки. Вот. Ну, она, конечно, красивая, шикарная. Пока я ее ничего с ней не сделала. Ну, я не веду. Оформлять я ее пока не буду, но хочу натянуть ее на какую-то основу, чтобы она стояла и просто ей любоваться. Но решила снять сейчас это видео, показать вам, а потом уже буду искать какую-то основу, чтобы можно было эту работу натянуть. Натянуть и пусть она пока постоит. Хотя бы какое-то время меня порадует, потому что удалась она мне не легко. Работа дорогая, здесь такие дорогие материалы, столько украшений. Вот. Все по ключу, и схему покупала по ключу, и ткань по ключу, все по ключу. Вот. Поэтому, конечно, хочется теперь порадовать себя не только финишем, но порадовать себя именно любованием на эту красавицу. Вот еще раз. Видите, как большая? Огромная. Вот такие вот у меня финиши в этом году. Итак, за 2020 год у меня получилось вышито 11 работ. Ну, это как бы немного, но в то же время немало, потому что работы, как видели, очень много работ больших, объемных, таких сложных, трудозатратных. Вот. Есть, конечно, и маленькие, не очень сложные, но в основном даже и маленькие у меня были трудозатратные. Ну, кубышка, там много бэкстича. В пионах по дизайну дименшинс там подбор был, я вообще заморочилась с этим процессом, и он у меня занял очень много времени. Единственное, что лонгстич от фирмы Панна, это такая была легкая, несложная работа. Все остальные, в принципе, были достаточно трудозатратными. Вот. Но я, в принципе, довольна своими результатами. 11 работ, это очень здорово. Я посмотрела вот за прошлые года, у меня за 2019 год было 9 работ выполнено, тоже и больших, и маленьких. За 2018 немного, вот, за 2018 тоже 9 работ у меня выполнено. Дальше. За 2017 год у меня, по-моему, было 13. Вот, самый-самый рукодельный, пока у меня остается 2017 год. И мне очень хочется победить саму себя, так сказать, сделать какой-то рекорд и именно в 2021 году сделать 14 работ. Я не знаю, получится или нет, но очень хочется провести такой для себя марафон и постараться выполнить 14 работ. Не знаю, что получится, ведь я на этот год запланировала достаточно большие процессы. Вот. Но 11-12 это очень круто, это получается практически работа в месяц. Вот. Но с учетом того, что есть, с учетом того, что, конечно же, есть и старты и те работы, которые не завершились, там тоже много вышито, есть какие-то продвижения, есть работы, которые очень хорошо продвинуты, много вышито и буквально чуть-чуть осталось до завершения. Это тоже время, тоже кресики, как Dimensions, Африканские львы, Зимние радости, там много вышито, какие у меня еще есть процессы. Я уже даже все и не помню, что у меня там по процессам, но есть достаточно тоже такие хорошо продвинутые. Вот. Что еще хочу сказать по поводу итогов 2020 года. У меня есть несколько оформленных работ, хочу тоже их показать. Я считаю, что это тоже итог. Были сделаны затраты, усилия, чтобы их оформить. Ну, и я, конечно, вам их показывала, но в любом случае хочу еще раз их здесь обозначить, потому что бывают не все видео смотрят, а вот такие вот итоговые, где уже все-все, и пересматривают. И, конечно, я хочу, чтобы они были, эти видео, полными. Во-первых, хочу показать вот такую шкатулку. Вот такая красота. Вот. У меня очень давно была вышита бисерная маленькая работка от фирмы Панны. Вот такая ящерка. Мне хотелось попробовать, посмотреть, получится у меня вышивать бисерок, понравится ли или нет. А здесь такая была желтая основа, бисерочек. Ну, несложная, но очень. Посмотрите, какая она стильная эта работка. Лежала, належала. И я вот в этом году с хопом отправила мои вышивки к Татьяне Лозовской на оформление. И вот там мы все это и оформили, определили, что куда. В общем, ящерку отправила на свой страх и риск. Я не знала, можно ли оформлять бисерные работы, но Татьяна справилась с этой задачей. Шкатулка получилась вот такая очень классная. Внутри бархат такой вот шоколадный с разводами. Все под золото, все как положено. Ведь ящерка у нас хранительница богатств, тайных, секретов, кладов. Вот она знает, где все клады находятся. Поэтому эта шкатулка у меня для хранения сокровищ, ну скажем так, но не рукодельных. Вот, очень красиво, мне нравится эта работа. Первый раз я оформила вышивку в шкатулку, ну, во что-то такое объемно-прикладное, да, практичное. Дальше оформился у меня ангелочек от Буцилы. Также в этом году у меня оформился ангелочек от фирмы Буцилы. Но вышивала я по сборке от магазина Клубок Желаний, я уже рассказывала о данной работе. Завершила эту работу в 2019 году. Это для меня был такой супер финиш, потому что непростая работа по выполнению. Сложные здесь были переходы оттенки, вот много намешанных одиночек в сене, в тунике и очень сложный бэкстич, который, конечно, девочки упрощают, но тем не менее бэкстич здесь такой ох, но работа она очень классная. Я ее вышивала с таким упоением, вдохновением, настроением, вот, и преодолев все сложности, я просто, конечно же, не могла ее оставить неоформленной. Оформила вот такой вот багет с вставным паспарту, таким встроенным. Очень классные эти багеты, они мне нравятся. Я бы много работ на самом деле оформила в такой багет, но у нас таких нет. А к Татьяне много не отправишь с нас из Греции. Вот, но я захотела себя порадовать таким оформлением и очень-очень осталась этим довольна. Задничек у нас вот так. Все закрыто, все запломбировано. вот, вот такая вот красота. Следующая работа, которая тоже оформлялась у Татьяны, работа сюрприз оказалась для меня, потому что я не ожидала, что она так преобразится. Это простой набор фирмы Dimensions Ангел-Хранитель вышивала в 2019 году, ну, просто так вспомнила об этом наборчике, думаю, он простой, легкий, старенький, старенький, там, очень простая схема, вышивался легко на синей основе Аида, по-моему, 14-го каунта, или 16-го, я уже не помню. Вот, очень быстро он вышился, и я решила его отправить, оформить в пару с моим ангелочком от Буцилы, и отдала на оформление тоже Татьяне, на ее усмотрение. Вот такое оформление Татьяна выбрала, мне очень понравилось, вот, когда я получила эту работу, я прямо такие глаза, у меня какая она красивая, какая она классная. Ну, здесь еще стоит музейное стекло, поэтому, конечно, работа очень выгодно смотрится с музейным стеклом, никакие краски, краски не скрадываются, все очень хорошо видно, четко, ну, конечно, музейное стекло, девочки, я еще раз повторюсь, если кто-то, вот, есть возможность ставить музейное стекло, ставьте только музейное стекло, вы видите, разница просто колоссальная, и крестики видны, и цвета все сочные, и работа будет защищена от пыли, все равно, как бы мы ни говорили, все равно пыль есть, ее много, и тем более, когда работа висит, ну, это даже не шторы, которые можно снять и постирать, да, работа висит, и, конечно, она будет забиваться пылью, вот, а так, все защищено, все очень красиво, боюсь поднести поближе, потому что очень сильно светят лампы, вот, я думаю, что и так вам будет хорошо видно, постараюсь мне не составить еще фотографии, посмотрим, что как получится, ну, такая вот классная у меня работа оформилась в этом году, ну, и самая-самая большая, самая шикарная, самая любимая, самая классная работа, оформленная в этом году, финиш 2019 года, совы в лунном свете, оригинальный набор фирмы Custom Crafts, ой, я не знаю, как я его довышивала, все такое синее было, сине-серое, и сложно было, конечно, вышивать, но я завершила и хотела оформить эту работу именно вот так шикарно, здесь у меня бархатное паспорту, серебряный слив, широкая структурная рама, музейное стекло, и посмотрите, как она классно смотрится, но это что-то, это самая любимая, теперь моя работа оформлена, и мужа тоже, висит на почетном месте, мы прям вот ей любуемся, и, знаете, муж говорит, что я видел эту вышивку вот в тряпочке, в вышивке, ну, простая, ничего интересного, ну, как она смотрится, оформлена, вот, видите, оформление, хорошее оформление, любую вышивку преобразит, вот, такие у меня классные совы, работа большая, получилась, ну, и вышивка здесь тоже большая, примерно 40 на 40, и с таким оформлением, здесь 55 на 55 примерно получилось, я уж не померила, вот, еле-еле держу, честно вам скажу, руки уже устали держать, ну, что, это все мои вышитые работы за 2020 год, показала вам также работы, которые оформлены в 2020 году, я очень рада, что смогла преодолеть какие-то сложности, преодолеть себя, найти время, завершить, оформить, все сделать, потому что, да, есть работы непростые, над которыми нужно, конечно же, очень сильно постараться, поработать, чтобы их завершить, ну, и очень рада оформлению, потому что оформление, еще раз повторюсь, это, конечно, и дорого, и сложно, и куда повесить, но эти совы просто затмили все-все работы, я очень люблю эту вышивку оформленную, и, знаете, Custom Crafts, он, это очень, очень классный производитель, я вам скажу, здесь хорошая разработка, несмотря на все одиночки, сложности, на самом деле, их не так-то много, этих одиночек, но работы, действительно, непростые, но какие они красивые, в высшем виде, это как фотография, когда кормишь, вы видите, какая красота получается, это действительно, очень реалистичная, вышивка, вот, и такие у меня итоги за 2020 год, я считаю, очень хорошие, я рада, что у меня все это получилось, буду стараться, чтобы 2021 год был лучше, интереснее, хочется пробовать новые какие-то техники, и в этом году я запланировала себе гладь, также будут ленты, там тоже будут какие-то новые техники в вышивке лентами, в общем, надеюсь, что и 2021 год мы проведем вместе, более, еще более интересно, еще более результативно, продуктивно, и, конечно же, с огромным настроением, мне приятно, что вы пишете комментарии, я рада, что мои видео поднимают вам настроение, вдохновение, особенно для тех, кто находится на карантине, и, конечно же, мы во многом ограничены были в прошлом году, вот, надеюсь, что в этом году у нас будет больше возможностей, ну, а на этом у меня все, желаю вам хорошего настроения, до новых встреч, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok